Чеховский день в Звенигороде Это праздник уникальный. Это праздник возрождения традиции. В связи с объединением нашего Одинцовского муниципального района и города Звенигорода, у нас теперь единый Одинцовский городской округ, который поддерживает все мероприятия, которые сейчас были традиционно на территории Звенигорода. Слово «дача» является чисто русским и на другие языки просто не переводится. Объяснить иностранцу, что такое дачная жизнь, невозможно. Это культурный и эмоциональный феномен, возникший из нашего национального усадебного мышления. Антон Павлович писал, до сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще и дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через 20 размножится до необычайности. Чеховский день появился именно в Звенигороде не случайно. Город с ним связан кровно, можно сказать. Здесь он, конечно, в основном отдыхал. Ну, бывали там приемы какие-то. Отдыхал. Ну и много про Звенигород он и написал произведений всяких разных. То есть, я не знаю, он как бы, он просто естественный здесь. И поэтому естественно, что все граждане как-то Чеховы любят. Игры в серсо и бадминтон, беспроигрышная лотерея, дачный буфет. Все эти атрибуты парковой и дачной культуры второй половины 19-го, начала 20-го веков смотрятся на Чеховском дне вполне естественно. На площадке у памятника писателю играет духовой оркестр. Чуть поодаль расположилось настоящее шляпное ателье. Посетители могут поучиться письму пером и обращению с веером. Сегодня та атмосфера, которая присутствует вот в этом сквере. И вот эти вот красивые костюмы, и уникальные мастер-классы, в которые мы сейчас принимали участие. И дети, и взрослые с удовольствием. И, конечно же, танцы, оркестр. Это возрождение парковых традиций. Это очень просто красивый, добрый праздник, в который наши жители придут, с удовольствием погуляют, с удовольствием пообщаются. И я думаю, что надо поддерживать такие праздники. По традиции, одним из центральных событий дня стали театрализованные постановки любимых чеховских рассказов. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.